друзья добрый день сегодня играют команда сборная дагестана b1 b2 и команда но российская b1 b2 в рамках кубка рфс стальная воля команды уже на поле и готовится в начале игре сегодня мне на бровке будет помогать игрок молодежная команда дагестана так как я игроков всех нюансов не знаю латипов магомеда ли вот он будет не помогать если что-то я не понимаю специфика игры b1 b2 в чем в том что все игроки играют в очках которые не пропускают света не полностью полностью в равных условиях получается так как там могут играть и полностью тотальники которые у которых нету зрения и ребята у которых есть вторая группа инвалидности по зрению чтобы на равных были все в очках играют с левой стороны команда дагестана с правой стороны команда новороссийская очень интересная расстановка команд особенно у дагестана сколько стоит 112 защита полу защита едва такая пробивает на мимо первый удар поворотом это василий до василий его лапа василий его лапа давай составом составом команды новороссийская команда состав к сожалению не знаю но дагестана знаю кто на поле сейчас скажи пожалуй поле полу защитник на гиев максим атакующий амаров брат второе атакующий привалок максим и центральный защитник владимир ворбор борт Сходит атака Дагестана, потеря мяча. Соткновение головами произошло, атакующим Дагестан защитникам. Новороссийская. Игра проходит свободный удар у Новороссийска. Да, свободный удар назначен, да? Травмоопасно, хоть есть повязки, налобники, так сказать. Но если стукнется, очень неприятно будет. Большая потеря мяча. Решил на Дагестанский ад Амар Ахмурат отдать мяч. Здесь подсказывают, что болельщики не имеют крови, да? Да. Строго гайду, которая находится параллельно нам на борту к красным. У каждой команды, получается, есть по одному гайду. Который подсказывает за бортом. И еще один гайд за воротами, который напоминает на кучу. Бой! 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 Борьба за мяч Василий Кривову отдается мяч, но бывает игрока, защита от столкновения, потеря мяча, контр-атака, прессует защита Нагиев Максима будет игрока, происходит борьба в борьбе, пытается отдать пасом Мураду, проходит один, не хочет отдавать пас Слушай, когда борьба уйдет около борьба, держаться руками можно за борт? Исключительно одной рукой, если двумя, то это уже нарушение, штрафной будет, свободный удар А в Б-1 у них есть накопительные нарушения? Если 5 фаллов будет, чтобы 11 метровый продевается, такое есть? Не знаю, еще не встречался, вроде бы не должно быть такого, только сразу по месту По ходу будем следить, если будут накопительные нарушения Если вот гайд, который стоит за бортом, он там подсказывает с этого пунктира до этого, если он подсказывает дальше, то Свободный удар дается, то есть нельзя подсказывать, за пунктиром то, что только гайд, можно подсказать А за этим следят в суде, да? Да Угловой команда Дагестана разогревает? Нагиев Максим пытается отдать пасу Амарову Ураду Защита пустая, стягивается на защиту, происходит контратака Новороссийска Владимир Борблик блокирует игрока Отдает пасу Амарову Ураду Отдает пасу Амарову Ураду Отдает медь, обводит игрока Проходит к ворогу Чистая игра, говорит Зашла паса Амарову Новороссийска Фрейсинг от Нагиева Максима Владимир Борблик на встрече Мяч от Дагестана Свободный мяч Дагестан перехватывает мяч, направляется к воротам Рисует защиту четверо защитников возле мяча Фрейсинг от трех игроков Тяжело, дает пас по борту Владимир Борблик на встрече Забирает мяч Проходит сам Приходит мяч к новороссийскому игроку Борблик отдает пас Амарову Амарову Очень аккуратный, четкий пас был Проходит двойной прейсинг На атакующего Дагестана Тянут ногу Но тут сидя и отвечают Чистая игра У Борблика мяч Борблик проходит сам к воротам Не пасует Получается игроки расставились Пас почему-то не отдал Решил сам пройти Раз пустой боли видимо Отдает пас Амарову Амарову Бой Бой Вперед Бой Стрифан Бой Бой Василию Кривалопову дается мяч Пытается пройти Пробегает спокойно Пробивает Вратарь облакирует удар Первый reduce moment Первый удар на поворот А несоответственных Ротарь вытащил мяч. Борьба за мяч. Новороссийск побеждает. Он прорвается к воротам. Ноги Максиму блокирует стопку. Проходит сам. Подходит к воротам. Ох, какой опасный момент. Сильный мяч. Как до сих пор Ротарь стоит? Я вшокирован. Чуть ли не в лицо залетел у меня. В упор пробил, но Ротарь вытащил. Очень близко было к лицу. Угловой руководит команда Дагестана. Получительник смещается на атаку. Видимо, есть какая-то заготовка. Два игрока около углового руководителя. Один атакующий Новороссийский постоянно стоит в центре поля. Чтобы ему отдали пас. Это для контратаки, да? Да. Если вдруг они добытируют мяч, сразу отдадут пас своему атакующему, что тот прошел. Владимир Бовлик остается один на защите. Прекрасная игра. Еще один удар по воротам. Игра, как думаешь, с преимуществом Дагестана проходит? Да, прессинг от Дагестана в адрес Новороссийска происходит. Ноги Максим перехватывает мяч. И больше опасных моментов у Дагестана пока было. Идеальная защита, идеальная игра. Под ноги его Максима. Красивые пасы. Идеально отбирает мяч. Красивый смещение. Хороший пас Амарова Мураду. Блокируют, не дают пройти по борту. Борьба за мяч идет. Но дает пас Новороссийскому игроку. Одновременно Максим встречает. Обыгрывает игрока Новороссийска. Проходит по ротам. Дает подсечку. Вот и холл. Вот и холл. Команда Новороссийска. Номер три. Командный холл. Вот и холл. Под ноги. Ребята, какую-то заготовку, видимо, планируют реализовать. Амаров Мурад стоит на правом борту. Проходит один на Гиев. Максим Аматэ защиту. Потерял мяч. Столкновение. За то, что столкнули Нагиева Максима. Произошла встреча. Новороссийский игрок врезался в своего вратаря, видимо. Сейчас какое решение примет судья? Как думаешь, фенальти? Могут назначить фенальти? Была потеря мяча. Да. Больше толкнули Новороссийский игрок на Гиев Максима. Ну, опасный момент был. Если он не толкнул, он, скорее всего, пробивал бы уже с линией вратарской, да? Хотя он мяч из-под контроля упустил тоже. Он такой непростой момент для судей, я думаю. Он был толчок. Чистая игра, наверное, говорят. Или свободный мяч. Судья что? Какое решение принял? Свободный мяч игрок. А, свободный. Спорный мяч, все-таки просто бросают. Отдают мяч Новороссийский игрок на команду Дагестана. Промах по удару. Неудачно получилось отдать мяч. Угловой будет? Угловой команду Дагестана разводит. Танец. Угловой. Танец. Да, да. Отпытаем идет. Танец. Первый. Бой. Малин. Танец. Вашу? Да. Василий Криволапов. Помогает в разводе мяча. Развод мяча будет у Тамарова Мурада. Да. Нагиев Максим стоит на атаке. Готов у шестерки вратарской. Защитнику Владимир Борубих. Да, он постоянно так, для страховки стоит там. Для страховки и может подключаться в атаку тоже. Ну видимо, усановку такую получил. Да. Потому что достаточно сильный прессинг команды Новороссийской ведет команда Дагестана. Хорошая расставка для защиты у Новороссийска. Мяч. Отбивается мяч. Однились, однились. Очень хороший момент был. Дают по ноге. Ноги у Максима ударили по ноге. Я не заметил. Игра в мяч. Борьба у борта. Уважается игра. Потеря мяча у Новороссийского игрока. Борьба за мяч на ноге. Максим выигрывает борьбу. Проходит. Трое защитника. Отдает пасу Мураду. Мяч. Пробивает. Очень красивый удар был. Ну мимо. Мимо ворот. Заматывает руку Новороссийский игрок. Травма. Максим! Однажды. У нас блокирует отакунущенного российского игрока. На геерах Мурад встречает по защите российского игрока. Пытается выиграть мяч. Василий Кривалапов прилетает мяч, его прессует. Проходит 1 вверх, аккуратно проходит поворотом, право пробивает пасы, к сожалению, плохой удар. Удар поворотом засчитывается, ну, бимо было, да? Пока что счет 0-0. Ну, игра проходит. Я думаю, здесь полное преимущество команды Дагестана. Попытался перехватить Василий Криволамов в мяч, неудачная попытка. Драгиб Максим постоянно забирает мяч, достаточно сильный прессинг от команды Дагестана. Басик Криволамов пикает мяч, бухарный пас, обвод игрока, толкает борты. Борьба между своими, новороссийскими. Рубка, рубка за мяч. Да, не понимаю, кто враг. Проходит Криволамов, плохо пробивает. Пробил тоже, но, видимо, ворота, где неопределил, да, где ворота. Костя, они вверх. А вы не знаете, где киня в России, враги позорили. Синий. Был момент, где суматоха сейчас была, игроков Новороссийска. Я думаю, могли бы они воспользоваться. Трое игроков в одном месте, другом здесь сцепились. Это потеря ориентации на поле, они понимают, кто сводит, кто враг. Поэтому борются за мяч. Нагиев Максим почувствовал мяч, приходит сквозь двух защитников. Ой-ой-ой, опять судья не видит. Троем ищут мяч, возмущается Нагиев Максим. Нашел мяч, судья отметил мяч. Нагиев Максим отдается. Красивый финт с пяткой. Василий Криволапов, борьба за мяч. Отдает пас. Плохой, сладил пас Амарова Мураду. Нагиев Максим на встрече, забирает мяч. Крамотно играет пяткой. Очень натренированно. Василий Криволапов отдается мяч. Спокойно обыграет одного игрока. Второго игрока. Проходит, заблокировали удар, судья ничего не говорил. Я опять не заметил. Чистое нарушение. Владимир Борблику отдается мяч. Борблик потерял мяч, не может принять. Опасный момент. Принимается пас. Пас отдается Василию Криволапов. Проходит. Отдает пас Амарова Мураду. Блокирует Амарова Мураду. Два защитника толкают. Опять нарушение, да? Нарушение. И, кажется, игрок Новороссийска травму получил. Дагестан номер 15. Дамарный фол. Дагестан. Дагестан. А, это фол Дагестан засчитали. Мне показалось, что Мурада не блокируют. Оказывается, что Мурад задержал игрока, засчитал судья. Нет. Мурад, видимо, во время задержки, кого его держал, игрок Новороссийска, случайно попал по лицу. Свободный удар у Новороссийска. Ну, здесь командные фолы и индивидуальные фолы считаются? Видимо, да. Потому что, скорее всего, я предполагаю, что если командный фол будет больше пяти, тогда дают, наверное, пробивать. Пробивать, я не знаю, 7-метровые или 9-метровые. 6-метровые обычно дают. А, 6-метровые, да? Да. Сейчас будет отдавать пас. Отдает пас по Борблику, очень плохой пас. Пролетает Василий Борблик. Василий Привалапов. Мяч Борблик принимает мяч, чувствует мяч. Борьба за мяч происходит между Борбликом и Новороссийском. Летает под кат игрок Новороссийска. Борьба за мяч пытается дать хороший пас. Амарову Мураду не находят мяч, ищут мяч. Борьба за мяч. Амаров Мурад проходит. Борьба за мяч, к воротам. Амарову проходит мяч, отдает пас. Василий Кайвалапов играет мяч. Это было первого игрока, второго. Очень хороший, уверенный контроль мяча. Красивое видение, подножка. Фол. Команды, можно даже пенальти зачтут, потому что была голевая атака. Если не в штрафной зоне, могут зачатать тоже пенальти, да? Да. До штрафной зоны вроде бы солидное расстояние было. Скорее всего, если фол был бы в зоне, тогда только пенальти назначили. Значит, безысходности постоянно толкают игроков, ставят им под ножки. Свободный удар дается на команде Дагестана. Ребята думают, какую заготовку применить в данной ситуации. Пробивать, наверное, будет. Прямой удар можно? Да, разрешен. Но я хотел, наверное, обвести игроков, потому что двое ставят в защите. Стенку поставили, пожалуйста, все, все. Да, отмечают. Ой-ой-ой, какой удар был. Красивый коронный удар от Василия Криволапова. Но вратарь, к сожалению, вытащил. Отвелись, отвелись. Хороший удар. Мне докатился мяч, приходится вратарю звать с собой игрока. Оба, нашел мяч. Бой, бой. Ну, сейчас игрок может на российское прессинговать. Что там? Дается пас Василию Криволапу. Перехватывает. Дагиев Мурат. Дагиев Максим. Проходит. Опасная игра. Проходит. Ай, сейчас приблокировали. Ну, он вправо убирал под удар. И не получился удар. Ну, Макс очень аккуратно контролирует. И в защите, и в нападении. Везде успевает. Молодец. Красивое видение мяча от команды Дагестана пока показывается. Кошмар от обороны Новороссийска. Все, такое ощущение, как будто сейчас-сейчас залетит. Но чего-то не хватает. Реализации немного не хватает. На завершающем этапе нужно или еще один пас дополнительный дать, или вероятный хабиль. При сопровождении очень тяжело, честно сказать, пробивать. Вообще вести мяч. Держит игрока и Дугу вместе с ним. Одной рукой придерживает. Вот, удерживал игрок. Не дали ни фола, ничего Новороссийского. Останавливает мяч Амаров Мурат. Проходит, делает Дугу, пробивает и мимо. Аккуратно, аккуратно, Мурат. Ушел вправо от игрока и пробил. Тяжелая игра для Новороссийска. Пытается взять на контратаке. Пропускает мяч игрок Новороссийска. Принесет мяч. Владимир Борлик принимает пас. Пас вратарю. Вратарь отдаёт пас Василию Криволапову. Борьба у борта. Отдаёт пас. Плохой пас команде противника Новороссийска. Идёт от Василия Криволапова. Тем не менее, прилетает мяч в ноги Василию Борлику. Борлик проходит сам. Бой! Кэп! Бой! Потеря мяча. Бой! Происходит игра. Мяч уходит. Боатар разыгрывает мяч. Команды Дагестана завязывают шнурки. Судья объявляет на лимитый режим, чтобы подождали игрока. Удерживает игрока Дагестана в атаке. Постоянно прессинг. Два игрока. Повидим, очень сильно боятся Амара Амурада. Кокипер разводит мяч. Василий Криволапову принимает мяч игрок Новороссийска. Проходит по борту. Василий Криволапов встречает. Отдает пас ставящим по борту атакующему Новороссийска. Пятый номер. Потеря мяча. Отворот будет разыгрывать команда. Команда что? Вратарь команды Дагестана. Василий Криволапов вылетает мяч по борту. Ай-яй, потеет. Красивая игра от команды Дагестана. Пока что звезда первого тайма Нагиева Максим. Прекрасный отыгрыш, удары и видение мяча. Разыгрывает мяч от ворота. Вратарь отдает красивейший пас Амарову Мураду. Прямо в ноги. Перебросом убивает пас правого ворота. Встреча трех защитников. Амаров Мурад смещается на атаку. Нагиев Максим претенгует атакующего Новороссийска. Потеря мяча. Прошел мяч. Опасно, опасно. Если пройдет. Опасная игра. Перебил мяч Владимир Борблик. Пробегает дальше. Проходит сам. Заиграй, заиграй. Такой, что это один защитник. Надеюсь, Максим включает. Включается Владимир Борблик на защиту. Новороссийска заиграл в атаке. Владимир Борблик обыгрывает игрока. Проходит по борту. Трое защитников стоят. Один атакующий. Отдаются пас Амарову Мураду. Очень хороший пас. Мурад принимает. Василий Кривопа пролетает мяч. Почувствовал мяч. Объясни. Удар. Мурад вытащит. Наскивает мяч. Отдаются прекраснейший пас. Новороссийскому игроку не может спокоить. На суете новороссийский игрок не может нащупать мяч. Вереса туда-сюда. Команда Дагестана. В спокойствии играет этот матч. Владимир Борблик поменялся с полущитой. Потеря мяча. Спорный мяч. Повесок столкновения. Держит игроком Новороссийского. Игроком Дагестана. Владимир Борблик взлетел головой. Держится за голову видно. Избил игрока Новороссийская. Это был игровой момент. Чисто борьба за мяч и стукнулись. Видимо не отметился игрок Новороссийска. И в другом произошло столкновение. Кстати, по ходу игры игрок, который без мяча, он должен тебя обозначать. Если происходит не обозначение, то идет команда дефолт. То, что они бой-бой говорят, они свое место на поле обозначают. Да, а то игрок причем не сможет обвести того игрока, который просто стоит защитить. Бой! 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 Вбивается борт. Очень не прочные борты. Борьба за мяч. Ноги Максим претингует игрока. Амара Марат привел. Потеря мяча. Команда Дагестана ведет. Угловое ведет команда Дагестана. Посмотрим на этот раз, что они придумают уголок. Ну, как я понял, поздается, и по друге идет игрок. И сейчас они по-другому вернули. Сопровождение. Хорошо, Криволапов. Амара Марат промазал. Ну, окей. Да, первый тайм, видимо, закончился. На этом завершился первый тайм. Игра прошла с преимуществом команды Дагестана. А, нет, это не первый тайм. Это был первый тайм. Команда Дагестана собирается в отдельности, чтобы обсудить тактику игры. Происходит активный прессинг. Ну, в моем видении... Кабза! Пчатки надо? Нет? В моем видении первый тайм прошел с полным преимуществом игровой команды Дагестана. Полным. Моментов больше было. Контроля мяча больше было. Сильно приходится напрягаться до защиты Новороссийска. На сильной суете атакующие. Хорошо, отметили, что... Я думаю, мы тоже чуть-чуть, пока у них тайм закончился, возьмем перерыв, передохнем и на второй вернемся. Продолжение следует...